Привет! Это модификация под названием Alchemela. Мы продолжаем. На каком я сейчас этаже? На третьем. И думаю, сначала стоит спуститься в подвал. Я тогда там не решил загадку с вентилями. Нужно это исправить. Это нельзя открыть? Что-то с ними нужно сделать. Я вот кручу и нифига не меняется. И что это? Да блин, почему он крутится? Или так? Теперь должно работать. Ладно. Вот эти, наверное, неактивны были или что? Потому что когда я хотел покрутить вот этот, покрутился вот этот. Ладно, идем. Так даже лучше. Есть вода. Пока непонятно, для чего она. Побежим на свой... Третий этаж. На втором этаже я обыскал все, что можно. Так, на третьем надо найти ту самую комнату, чтобы проявить фоточки. Стоп, тут кто-то звонит. Или нет? Если я брошу шкатулку с высоты, она должна расколоться. С какой высоты? Кран заржавел. Ясно, спасибо за звонок. И что это было? Это тот мужик тебе ответил. Что зря ты ему позвонил. Так, значит, с другой стороны должна быть эта комната. Это не она. Кстати, можно проверить здесь, открылось ли что-нибудь. Из какой высоты я должен сбросить шкатулку? Так, этим светом, наверное, пользоваться нельзя. Может, здесь есть вода? Я получил бутылку, полную воды. Реагенты я все нашел? Готово. 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 А что у нас с первым делом идет? Блин, где эта инструкция была? Так. Пленку нужно зарядить в барабан. Вот это у нас барабан. Я не могу сейчас использовать фонарик. Я и не хотел. Фотография напечатана. Фотография напечатана. Теперь мы ее проявили, зафиксировали. Промыли. Куклы какие-то висят. То есть мне сейчас надо вернуться и так же повесить. Надо записать. Медведь. Потом обычная кукла. И непонятная фигня. Это у нас было на втором этаже, да? Было бы удобнее, если бы он с собой носил какой-нибудь блокнот, все туда записывал. И можно было бы в любую секунду посмотреть, что там. Давай посмотрим, что у нас на втором этаже. Где уж эта комната-то была? Не здесь. Вот эта, может? Нет. Да, это она. Я надеюсь, все куклы здесь? Вот раз кукла. Вот тут еще была кукла. А, или он может сейчас сам развесить их. Да. Можно было это не записывать. Мне осталось найти одну. Вот она. Это заяц. Я так и думал. А может, его сейчас опять накроет. А что открылось? Блин, что открылось? Так не хочется идти искать. Там столько дверей. Бирка из квартиры 306. Окей. Надеюсь, это не 306. Это 206. Тогда идем на третий. Надеюсь, это нужная комната. Надо сохраниться. 306. Блин. Просто так сюда приперся. Тогда... Надо, наверное, вернуться. В 206. Может, там что-то открылось. Где она была? Ага. Золотое блюдце. То есть тут сундук открылся. А золотое блюдце, я помню, там где-то было два разъема. Где-то. Найти бы где. И вот зачем я звонил, например? Что мне это дало? Вообще без понятия. Так, дальше ничего не упадет. Кстати. Я же на третьем этаже его открыл. А он говорил то, что шкатулку надо разбить. Хотя там всякие мусорные пакеты валяются. Я не знаю, поможет ли это разбить ее. Блин, где эта фигня? В какой комнате? Или это на третьем этаже? Или на первом вообще? Я про первый ты вообще забыл? Бежим тогда сейчас на третий. Пытаемся разбить шкатулку. Если получается супер, если нет, то надо искать, куда вставить это блюдце. Но там две дырки было. Я это помню. Поэтому по-любому нужно второе. Может это где-то на третьем этаже? Да, вот это место. Опа! Еще одно нужно. Комната у нас 300, третья. Пытаемся разбить. Звук такой был тупой. Поэтому разбилась ли она? Может мне сейчас 15 раз туда-сюда надо будет бегать? И почему нельзя было вот здесь ее бросать в стены просто? Эту глупую шкатулку. Это было бы куда эффективнее, чем просто сбросить на мусорные мешки. Ключ! Блин! Я думал, там будет второе блюдце. Отстой! Отчего этот ключ? Где вот я еще не был? Тут ведь еще в каждой вот квартире миллион комнат. Скорее всего это просто от какой-то квартирки. Ключик. Сломан. Сломан. Эти две открыты вроде и так были. Все-таки я проверю. Невозможно открыть. Это утомляет. Одним и тем же заниматься просто бесконечно. Идем тогда на третий этаж. Может там что-то будет. Или в подвал можно спуститься. Там еще целая куча дверей было. На втором этаже. Ой, на первом точнее. Я не помню что вообще. Тут у нас ничего особенного. Закрыто. Закрыто. Почему бы просто не заблокировать эту дверь, чтобы я туда больше не заходил? Заперто. Возможно мне все-таки придется береться на первый этаж. А может здесь где-то спрятано? Нет. Это было бы слишком круто, да? Закрыто. Закрыто. Сломан замок. Это так уныло. Так долго. Придется, наверное, переться на первый этаж. Просто подстава. Тут точно ничего не открывается. Значит мне придется бежать на первый этаж. Или в подвал. Долбанный. Открывай. Это у нас третий. Вот у нас первый. Замок сломан. Вот это тоже было закрыто, да? Или я это открыл уже? А вот это было открыто. Так. То есть на первом этаже мне больше нечего делать. Только если эти двери открывать. Подвал остается. Если не подвал, то значит где-то я что-то пропустил. Какую-то глупую вещь. Потому что все двери я пытался открывать. Ясно. Где там сохранилка была? На третьем? Надо сохраниться. И думать. Хотя как думать? Просто бегать, искать. Это все, что сейчас от меня требуется. А вот здесь ничего нового. Ключик из разбитой шкатулки должен подойти к большой шкатулке. Большой шкатулке. Ну давай начнем опять. Вот эта комната... А, ну да. Вот здесь вот эта фигня. Она не бесполезная. Ладно. Здесь. Большая шкатулка. Как она может выглядеть? Тут ее, наверное, нет. Потому что в этой комнате я занимался проявлением фото. Вряд ли здесь будет что-то еще. Ничего нет. Ладно. Зато я теперь знаю, что мне нужно искать. Шкатулку. Вот, блин, подсказка где была. И что это написано? Сны? Как вовремя я ее нашел. Просто чудесно. Шкатулки здесь нет. Какой бред! Просто бред! Ладно, давай зайдем еще раз в эту 306-ю. Или ладно, пошли в другую сторону. Все равно. Это у нас какая без номера? 35-я. Чемодан. Это не то. Это не открывается. Тут у нас нифига. Нифига, нифига. Тут тоже закрыто. Это шкатулка? Ладно. Он бы хотя бы мог сказать номер квартиры, например. О, в 305-й я видел шкатулку. Может, стоит сходить туда? Может, подойдет ключ? И тут будет очередной ключ. Конечно. Ключ от комнаты. Интересно, какой. Их же тут так мало. Утомило меня это все. Точно не открывается? Комната! Какая вот комната? Попробуй разбери. От комнаты. Но тут их миллион, этих комнат. Я не помню, что открыто, что закрыто. Может, это тоже стоило записывать? То, что вот эти закрыты, вот эти открыты. Я ведь сейчас полгода буду бегать. Искать хоть что-нибудь. Ключ подошел! Аллилуйя! Я как раз думал об этой комнате, потому что она была закрыта. Но тут многие закрыты. Так что это легко могло не сработать. Записка какая-то. Я не знаю, сколько дней провел в этом месте. Сюда не проходит солнечный свет. Эта комната проклята. Она исчезает. Я заперт в этом маленьком коридоре. Пытаюсь проделать дыру в комнату Энди. Но я так ослаб, что мне не хватает сил. Осталось совсем немного, если я не успею. И я тоже здесь исчезла. И все. Что мне дала эта записка? Нифига. Невозможно открыть. Стоп. Разве тут так было? Меня куда-то телепортнули. Добрый день. Нифига нет. Ладно. Возможно открыть. Тут вот книга. Белая клаудио растения эндемик. Произрастающая на берегу озера Талука. В окрестностях города Безмолвный холм. Цветет в середине июня. Имеет ярко-белые цветы. Благодаря чему и получила свое название. В бутонах растения находится наркотическое вещество, вызывающее галлюцинации, которые в редких случаях могут продолжаться длительное время, иногда даже годами. Галлюциноген использовался коренными жителями в религиозных обрядах. Бутоны перетирались в однородную массу, которая называлась Белое Масло. Люди, использующие наркотик, верили, что цветы были дарованы богами для того, чтобы общаться с ними и безмолвными духами, а именно призывать их. Наркотик использовался только шаманами, однако люди, не использовавшие наркотик, утверждали, что боги и духи являлись и им. Причина массовых галлюцинаций неизвестна. Ну, может, они там по-дикому дымили, эти шаманы. Это просто так, левая записка? Или это очередная подсказка? Я смогу вот здесь выйти? Какой это этаж? Это третий этаж. Что мне это дает? А тут больше никакого прохода нет. Да какой же бред! Куда мне идти? Это место меня уже задолбало. Что-то здесь должно быть. Нет, это точно. А вот что? Может мне опять вернуться в ту комнату, из которой я сюда попал? Ничего нет. Я же не мог попасть сюда просто из-за глупой записки. Тут должно быть что-то. Потому что... Эта дверь меня выводит в обычный коридор, в котором я был уже миллион раз. Серьезно, здесь все это время лежал ключ? Потерянный ключ управляющего. То есть я читал вот эту фигню и не видел ключ? Круто. Вся эта невнимательность, наверное, из-за того, что я уже слишком долго играю в эту игру. И пора уже закругляться. Отчего этот ключ? Можно начать с подвала. Это ключ управляющего. Непонятно, что он открывает. Но я вообще без понятия. Я просто не хочу уже находиться на этом глупом третьем этаже. Ясно, уходим. Идем на первый. Потом на второй. И, надеюсь, до третьего мы уже не дойдем. Сломан замок. Вот это была закрыта дверь. Ура! Мне не пришлось долго искать дверь. Это такое счастье. Я вышел непонятно где, да? Вообще, на этом можно закончить тогда. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok